Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа КФУ Лайф и я, ее ведущая, Екатерина Торпова. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных приемной кампании 2023 года. Сегодня на очереди Институт вычислительной математики и информационных технологий. На ваши вопросы ответят первый заместитель директора института Егорчев Антон Александрович. Здравствуйте! Всем здравствуйте! Заместитель директора по науке Тумаков Дмитрий Николаевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем нашу беседу с такого вопроса. Можно ли посмотреть где-нибудь учебный план программы «Количество часов по предметам»? Да, конечно, я на этот вопрос отвечу. У нас на сайте расположены учебные планы. Обновляются они постоянно. То есть каждый год мы каждый год модифицируем наши учебные планы в соответствии с текущим уровнем IT. То есть конкретно в этом году мы очень сильно доработали учебные планы в связи с новыми потребностями, особенно по направлениям информационной безопасности, по бизнес-информатике. В прошлом году мы внесли достаточно много изменений в прикладную информатику, прикладную математику-информатику, обновили, соответственно, планы по прикладной информатике и прикладной математике-информатике, связанные с веб-разработкой, с мобильной разработкой. Но об этом, думаю, сейчас еще поговорим. Расскажите, когда заканчивается прием заявлений в ваш институт? Прием заявлений централизован в КФУ и, соответственно, везде заканчивается в бакалавриат 25 июля. То есть начало приема заявлений 20 июня, несмотря на то, что еще не все результаты ЕГЭ сданы. Заявление, соответственно, можно подавать и автоматически баллы появятся в системе. То есть за этим нужно следить. Давайте представим такую ситуацию. Я старшеклассник. Хотелось бы узнать, что конкретно изучает каждая кафедра и какие должности после окончания института можно занять? Да, вот конкретно по бакалавриату у нас 7 направлений, по магистратуре 14 профилей и еще 6 профилей по аспирантуре. Начну тогда с бакалавриата. То есть, в принципе, кафедры – это кафедры, а вот направлений и профилей их больше. То есть кафедры у нас 5, направлений 7. Наиболее такими востребованными актуальными, вот начиная с предыдущего года. В этот год, я думаю, в ближайшие десятилетия будут направления бизнес-информатики и информационной безопасности. Чем это связано? Это связано с уходом множества компаний, вот конкретно бизнес-информатики, соответственно, с территории РФ и переходом на отечественные платформы, на программирование, на 1С. Практику на бизнес-информатике у нас преподают профессионалы из индустрии. То есть обучают не просто программирование 1С, а именно проектирование ERP-систем, то есть проектирование систем управления предприятием. То есть вот про бизнес-информатику – это все, что связано с экономикой и информатикой, такое вот междисциплинарное направление, и там все, что связано с управлением предприятием. Информационная безопасность сейчас почему актуальна? Ну, потому что рынок сейчас очень востребован, вот я говорю, особенно в этом году, вот, соответственно, зарплаты в этом направлении выросли. Мы, соответственно, в этом направлении готовим как по направлению информационной безопасности, то есть белого хакинга, так и обратное, то есть по самому хакингу. Вот. Далее у нас есть направление прикладная математика. Вот Дмитрий Николаевич Тумаков, заведующий кафедрой. На этом направлении мы готовим не математиков-геометров, не математиков, как в институте математики, это именно все, что связано с искусственным интеллектом, с высокопроизводительными вычислениями, нейросети, то есть это именно такое вот сложное алгоритмическое программирование, то есть, пожалуй, самое такое наукоемкое направление, достаточно сложно учиться, но туда мы ждем самых лучших студентов, тех, кто готов подумать, тех, кто готов программировать, в том числе искусственный интеллект. Ну да, и кто еще именно по математике, как бы есть те, кто ее все-таки любит и не боится, скажем, условно. Да, да, просто абитуриентов, вот каждый год возникают вопросы, приходят в приемку и спрашивают, вот прикладная математика, там, я, видимо, математикой буду заниматься, в чем отличие от института математики. Не просто в чем отличие, их сравнивать некорректно, то есть здесь именно IT-математика. Далее направление прикладная информатика, такое обратное прикладной математики, и там минимум математики, там все на прикладное программирование. Что такое прикладное программирование для тех, кто еще не знает? Прикладное программирование – это мобильная разработка, веб-разработка, разработка под Windows, Linux, любых кроссподсорных приложений. То есть студенты направлены на обучение именно разработки приложений с минимум использования различных таких сложных алгоритмических вещей. Есть направление прикладная математика и информатика. Вот там уже соблюдается некий баланс, то есть студенты по-прежнему изучают программирование кроссплатформное, то есть под все платформы, что возможно. При этом используют в своих разработках различные алгоритмы. То есть это, опять же, все продукты, все практики, которые мы ведем, студенты не просто программируют. То есть, опять же, в чем наше отличие от других IT-институтов Татарстана? В том, что у нас достаточно глубокая подготовка по, опять же, математике, по алгоритмике, по искусственному интеллекту. То есть то, что делают студенты, это всегда не просто там какая-то веб-страница. Там обязательно должна быть научная составляющая, ну или, говоря на словах экономистов или сейчас как стартаперов, то есть это какая-то фишка должна быть. Вот, фишка, и она всегда научная. Вот это для всех секрет открою, если кто не знал. То есть, когда говорят научную составляющую, некоторые себе представляют глубокую науку, но ведь наука, она как раз-таки перерастает в реальные проекты. То есть все изобретения на этом строятся. Далее у нас направление есть фундаментальная информатика. На фундаментальной информатике студенты, опять же, то есть у нас независимо от направления, студенты в любом случае становятся программистами, но по какой-то вот конкретной определенной области. В фундаментальной информатике сейчас с этого года модифицирован учебный план, добавлено достаточно много работы с квантовыми вычислениями. Вот все, что связано с квантовыми вычислениями, сейчас туда. Это достаточно перспективная тема, квантовые компьютеры уже на подходе. Вот, а у нас самая мощная школа в РФ, наверное, и достаточно известные специалисты мировые. Правильно вы видите? Да, да. Вот, и направление информационной системы технологии. Здесь упор идет на подготовку архитекторов систем, на подготовку тех специалистов, которые смогут разрабатывать систему с нуля и до конца ее выпуска. То есть это те, кто системы и строят, то есть умеют правильно архитектуру построить, это контролируют и это программируют. Вот такие вот 7 направлений бакалавриата. У магистратуры еще 14 профилей, отдельно про них рассказывать не буду. То есть магистратура – это не просто продолжение бакалавриата. В магистратуре, например, по бизнес-информатике, если там готовят программистов, то магистратура по бизнес-информатике готовит управленцев. То есть это проект-менеджеры, это управленцы в сфере IT. Также вот у нас с прошлого года открылись два новых направления магистратуры. Вот про первое направление сейчас я расскажу. Это инфокоммуникация специальной робототехники. Это все, что связано с беспилотниками, с беспилотной техникой. То есть специальная робототехника – это не робототехника, как вот андроидные роботы, которые ходят, а это именно все, что связано с беспилотниками, все, что связано с системами связи, с беспилотным управлением, с машинным зрением. Что касается беспилотников, вот кому интересно вот такими актуальными темами заниматься, тем вот на эту магистратуру. А вот руководитель второй новой магистратуры, как раз у нас Дмитрий Николаевич, он про нее расскажет. Да, это искусственный интеллект и машинное зрение. В общем-то, здесь в основном все отводится под нейросети, большая часть такая подавляющая. Причем нейросети всякие, от простейших персепторонов до каких-то сложнейших. То есть, в общем-то, и это делается… Здесь мы подготавливаем все-таки не пользователей, а тех, кто понимает, как устроены нейросети, и знает математическую составляющую, и, в принципе, могут составлять нейросети сами, новые. То есть, делать какие-то более сложные структуры. Вот, вкратце, вот так вот. Ну, про остальные профили можно почитать, соответственно, у нас на сайте. И можно обращаться к нам, соответственно, в институт. У нас номер телефона открыт. Мы высылаем буклеты, где расписано каждое направление. В буклетах написано про каждое направление, какие дисциплины преподаются, какую квалификацию приобретается, какие партнеры у нас есть, с какими студентами будут работать, и, соответственно, кем они выходят потом. Потому что в каждое направление, с каждого направления просто разные программисты выходят. Вот если говорить про партнеров, с какими компаниями вы сотрудничаете? Давайте сейчас поговорим об этом. Да, конкретно сейчас наиболее плотно мы сотрудничаем с Тиньков. То есть, у нас какие-то дни проходили Тиньков. Яндекс с этого года сейчас начали с ВК контактировать. Далее у нас Сбербанк. И кроме вот подобных, то есть, скажем так, гигантов, нужно еще и учитывать, что в последнее время наиболее высокие зарплаты у программистов стали именно на заводах. Мы активно сотрудничаем с Казанским вертолетным заводом, с электротехническим заводом, также с ПАО «КамАЗ». Соответственно, партнеров достаточно много, перечислять можно много. То есть, у нас целая страница, там порядка 40 партнеров, наиболее, наверное, таких вот крупных, актуальных, с кем мы вот прямо сейчас постоянно сотрудничаем, я назвал. А, ну, кроме этого, соответственно, 1С. То есть, у нас представитель компании 1С именно в Казани находится. Вот опять же, по той же бизнес-информатике именно туда студенты и могут идти дальше работать. А вот это направление бизнес-информатика, ну, оно такое необычное. Как там проходит обучение? То есть, как вот сам процесс обучения проходит? Процесс обучения проходит так, что теоретические занятия ведут, опять же, как у нас преподаватели, так и специалисты с 1С предприятия. Ну и, соответственно, практики вот в этом году проходили под руководством как раз-таки представителей предприятия. Давайте еще затронем вопрос магистратуры, вернемся. Стоит ли продолжать обучение на магистратуре в вашем институте? Да, да, вот в нашем институте однозначно стоит продолжать обучение в магистратуре. И кроме того, что не просто продолжать, то есть магистратуру мы набираем, соответственно, не только из КФУ, не только из нашего института. Желающих очень много к нам поступают из различных институтов, из различных городов. Магистратура – это, вот как сказать, бакалавриат, на самом деле, базовое образование, которое выпускает программиста. Программиста, можно сказать, вот джуна, потому что не нужно там себя считать. Некоторые заявляют такие невероятные вещи, что кто-то выпускает медлов сеньора в бакалавриате. Это не так, то есть даже на предприятии человек за такое количество времени не может стать медлом. То есть у некоторых такое вот ошибочное мнение, на некоторых, скажем так, некрупных компаниях должности раздают, скажем так, не совсем правильно по терминологии. А вот в магистратуре как раз-таки человек приобретает достаточный багаж знаний, если уж он на практику ориентирован, чтобы стать медлом или даже сеньором. Опять же, от уровня человека зависит. Кроме того, у магистратуры есть вторая составляющая. Те, кто хочет идти дальше в науку, те, кто хотят. То есть все-таки магистр – это уже степень. И тех, кто хочет дальше, например, идти в аспирантуру, магистратуру им заканчивать обязательно. То есть опять же, чтобы, например, получать кандидатскую степень. И вот там скажут, а я там не хочу в науку, зачем мне кандидатская степень? Кандидатская степень очень поможет тем, кто опять же идет и хочет быть руководителем в IT-направлениях. То есть это, скажем так, даже обязательная вещь. Если куда-то дальше устраиваться на работу, хоть здесь, а тем более за границу, где кандидатская степень квалифицируется как именно доктор наук, соответственно, там это большой плюс. И у нас, соответственно, это тоже большой плюс. И к заработной плате, и к тому, что, скорее всего, заявление просто о приеме на работу будет одним из первых. А как проходит поступление у иностранцев в магистратуру? У иностранцев, то есть нужно понимать, что есть иностранцы с гражданством РФ. Иностранцы с гражданством РФ проходят точно такой же конкурс на тех же самых правах. Иностранцы, которые, соответственно, не имеют гражданства РФ, точно так же подают заявление на сайте и проходят уже внутренние экзамены. Экзамены проходят как в удаленном формате, так, соответственно, и в очном. То есть у них вполне такие же правомерные экзамены, то есть как ЕГЭ, только, соответственно, у нас на платформе. Они их проходят, получают баллы, и, соответственно, система уже автоматически определяет, кто поступил, кто нет. У нас сейчас система электронная. А где можно найти вопросы примерные? Как готовиться к этим вступительным? Примерные вопросы найти нельзя. То есть на сайте выложены материалы, то есть ссылки на литературу плюс, соответственно, к каким конкретным пунктам в этой литературе готовиться. То есть можно, соответственно, подготовиться. Но если касается бакалавриата, то, соответственно, там экзамен стандартный. То есть это в магистратуру какие-то специальные вопросы на разные направления, а в бакалавриат стандартная математика русский. Нет, я бы здесь, может быть, сказал, что, в принципе, в положении в самом, то, что есть на сайтах, там условно сказано, что будет спрашиваться, и примеры там могут быть тоже. Но там есть описание, да, то есть там есть ссылка на литературу, есть описание тем. То есть конкретных вопросов понятно, что нет. Нет, могут быть тоже. В некоторых есть в положениях. Ну, то есть есть ориентирные. Ну да, можно посмотреть, иметь в виду, что будут спрашивать. То есть это не так, что вы пришли на экзамен, не знаете, чего ожидать. В положении все есть, кто хочет поступить, положение качает, по нему и готовится, как мы всегда и готовимся к билетам. Ну и давайте поговорим про абитуриентов. Вообще, какие бы вы дали советы при поступлении будущим студентам? При поступлении я дам главный совет, который каждый год абитуриенты делают ошибку, ждут, не подают заявление, либо где-то держат его на другом направлении до последнего дня. В последний день, естественно, все начинают все там перекладывать, система падает, и кто-то не поступает, потому что сами виноваты. Вот, то есть не держите, пожалуйста, до последнего дня. Вы ведь видите свои баллы, вы видите, проходите вы или нет. На чудо надеяться не стоит, то есть нужно свои силы рассчитывать. Вы в любом случае, то есть у нас есть как бюджетные, так и контрактные места, причем контрактных мест на некоторых направлениях, например, бизнес-информатика, там всего 10 бюджетных мест и порядка 60-70 контрактных, то есть между вот этой цифрой. На остальных направлениях примерно равное. То есть здесь тоже нужно заранее подавать и не ждать, что когда я не пройду на бюджет, я подам на контракт. До вас уже, может, успели все подать на контракт, потому что контракт начинается точно так, с 20 июня, и те, кто, например, видит, вот у нас проходной балл, например, на бизнес-информатику в среднем держится от 290, на прикладную математику-информатику от 255. Вот видит человек, что у него 220. Зачем ему надеяться? Он сразу, соответственно, поступает и подает на контракт. То есть подает на контракт, сразу заключает договор. Если он заключил договор и уже оплатил, то даже если человек потом придет, например, с 270 баллов и скажет, я хочу на контракт, то есть, соответственно, все. Вот этот человек уже договор заключил. Право было, соответственно, у того, кто на контракт подался первый, потому что все, уже приказ вышел. Как бы на этом все. Мы вот еще не рассказали о том, что у нас есть большой уклон в практическое направление. Вот. То есть независимо от того, на какое направление поступают студенты, ну, абитуриенты, бакалавриат, магистратуру, любое направление, у нас есть множество лабораторий. Это лаборатория мобильной разработки, веб-разработки, алгоритмической разработки, лаборатория дизайна. Студенты проходят практику именно на реальных проектах реальной индустрии. У нас большой штат программистов, работают они, то есть, они сначала стажируются, наиболее тех, кто себя хорошо показывает, мы принимаем на работу, начиная с третьего курса. То есть студенты учатся, выполняют свои проекты и получают заработную плату за выполнение проекта. Вот у нас как раз вопрос в трансляции, есть ли возможность устроиться на неполную занятость в университете? Да, да, конечно. То есть у нас именно человек устраивается, работает под руководством самых крутых программистов, потому что программисты у нас действительно очень крутые. У нас вот партнеров, которые мы назвали, мы, соответственно, с партнерами ведем совместную деятельность. То есть у нас реальные договора для реального сектора, мы выпускаем реальные продукты. То есть это одно из наших направлений, и где, соответственно, часть это наши сотрудники, часть это студенты, которые стажируются, работают. Студенты уже, начиная со второго курса, могут приходить в лаборатории. На первом курсе, естественно, мы никого принимать не будем, потому что нужно учиться. Прям вот изредка пытаются прийти, но все равно потом уходят на сессии. Вот. То есть студенты у нас приобретают именно практические знания, кроме теоретических. То есть у нас отличие в том, что мы даем не только большую теоретическую базу, но и очень-очень много практики для тех, кто это хочет, те, кто приходят. И уже, соответственно, с третьего курса они могут работать. То есть, опять же, для контрактников никакой проблемы нет, пугаться контракта. Если вы поступили, здесь же получаете зарплату, здесь же, соответственно, платите за свое обучение. Дмитрий Николаевич, какие бы вы дали советы абитуриентам? Ну, смотря именно это, поступают на что. То есть, в общем-то, если поступают в математическую часть, то, соответственно, нужно знать дисциплины вот этого вида. Айтишные есть, то там легче, скажем так, все-таки подготовиться, сдать. И действительно, правильно было сказано, что если долго тоже думают, то есть думают, куда подать и так далее, то были случаи, что люди остаются вне, скажем так. Ну, вот это вот. Да, очень обидно бывало, что люди с высокими баллами никуда не поступили, потому что они успели, там, вот в прошлом году было, в этом году, по-моему, будет до 25 июля, до 12 июля, если не ошибаюсь, там, в прошлые годы было до 18.00. Люди успели в 17.59 заявление отозвать, кидают на следующее, у них настало 18.00, и они не успели. И вот человек не поступил никуда и как бы пролетел совсем. Ну, давайте в завершении нашей беседы рассмотрим вопрос, как связаться с приемной комиссией. Есть ли какие-то варианты, кроме телефонной связи, например? Да, то есть приемная комиссия есть в КФУ, но у нас есть еще отдельный номер, вот, его можно найти, соответственно, на нашем сайте, то есть набираете КФУ и в МИД. Там у нас есть круглосуточный номер, можно писать по WhatsApp, по Telegram, то есть можно лучше писать, на самом деле, в чате, чем звонить. То есть вы написали, вам, соответственно, ответ прислали, попросили буклет, вам буклет прислали, на все вопросы ответят. Спасибо большое. Напомню, что у нас в студии был первый заместитель директора института Егорчев Антон Александрович и заместитель директора по науке Тумаков Дмитрий Николаевич. На этом мы завершаем наш эфир. С нами был Институт вычислительной математики и информационных технологий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин